Это, на самом деле, немножко такая особенная для меня проповедь. Она интересна, потому что это было, если я не ошибаюсь, где-то два шаббата назад. Сидел во время поклонения, и вдруг ни с того ни с сего Господь напомнил мне об одной книжке, которую я читал много лет назад, я еще подумал, что это, я ее вспомнил, в общем-то, я не такой уж большой любитель читать. И затем Господь стал показывать мне определенные образы, которые я даже не думал и не видел в этой книге. Я подумал такую мысль, классно было бы про это рассказать, попроповедовать. Проходит два дня, и наш Бог, он большой юморист, ко мне подходит Рита и говорит, «Слушай, а ты знаешь, что ты проповедуешь?» Я такой, ну, вот оно, желание моего сердца избылось. Я буду обращаться, помимо священного писания, к этой книге сегодня фрагментарно, для того, чтобы просто вы могли представить себе эти образы и могли увидеть себя в этих образах. Я не буду с самого начала раскрывать все карты, рассказывать, какие образы, что. Но мы как бы будем постепенно двигаться в этих вещах. Проповедь называется «Неодин в океане». Океан, что это такое? Это большой, великий символ Божьего могущества, его силы, глубины его необъятного, грандиозного мышления, красота рифов, кристальные чистоты вода, множество обитателей, цепочек, как они связаны с друг другом. Каких-то мы знаем, каких-то человек даже не видел, потому что океан исследован всего на несколько процентов. Но что такое океан еще? Океан — это опасность, это невероятная устрашающая мощь. В океане бывают волны размером с несколькоэтажные дома. Океан имеет такую глубину, что туда не то, что человек не может спуститься, туда даже солнечный свет как бы не добивает. И я сегодня хотел бы использовать именно вот этот второй образ океана. Океан — это образ большого испытания человеческой веры. Океан — это наш жизненный путь, состоящий из периода в глади, когда нам ярко светит солнышко и дует попутный ветер. Но также океан — это стихия, которая обрушивает всю свою мощь на тех, кто решается его покорить. Так и в нашей жизни бывают периоды штормов, периоды бурь, огромных волн, когда брызги, словно маленькие иголки, постоянно нас укалывают. И места, где человек должен проявить внутреннюю стойкость, силу веры, силу своего духа и полноту доверия Богу. Иногда периоды жизни настолько сильно захлестывают, что не успеваешь даже банально вдохнуть, а давление воды сдавливает все больше и больше. Книга, которую я сегодня хотел бы использовать, это книга Славы Курилова, называется «Один в океане». Многие могли заметить, немножко созвучно, собственно говоря, с темой проповеди. Если в двух словах, это книга о том, что человек принимает решение бежать из Советского Союза, ему было запрещено выезжать за границу, и он нашел для себя возможность, организованный круиз к экватору без остановок в каком-либо порту, то есть вышли, посмотрели на цивилизованный мир с борта океана и вернулись. И он принимает решение бежать. И образ этого Славы в сегодняшней проповеди, так зовут, собственно, главного героя этой книжки, это образ каждого из нас в нашем отрезке наших жизненных испытаний. Итак, давайте мы представим, что вот этот шторм – это наше жизненное обстоятельство, небо невероятно темное, мы буквально ничего не видим, брызги бьют, больно, сотни маленьких вот этих вот иголок нас терзают. И, знаете, это мне напоминает, чтобы как провести параллель, период испытания Иева. Он теряет все, он не может найти ответ. Это период Давида, когда Саул обрушается на него всей своей яростью и гонится, чтобы убить его. Это как Иосиф, когда его братья придумывают свой зловещий план и начинают воплощать его в жизнь. Можно привести еще много примеров, но я думаю, что основной посыл понятен. И вопросы, которые я себе услышал. Что мы делаем, когда оказываемся в этом океане? Когда находимся в трудностях, не преодолев которые, мы можем погибнуть. Готовимся ли мы к этому времени нахождения в океане? Что движет нами и какие причины? Эти вопросы, они довольно риторические, потому что ситуация каждого человека, она индивидуальна и она требует своего определенного подхода. Но, собственно говоря, если обобщить, они имеют общий характер. Сложно, больно, хочется, чтобы это испытание, оно как можно скорее закончилось. Как нам кажется, испытания, они всегда приходят к нам не вовремя, без причины, всегда застают нас в том самом неподходящем месте. И знаете, за свою столь непродолжительную жизнь по сравнению с кем-то я также встречался с разного рода испытаниями. Какие-то давались мне довольно просто, а какие-то обрушивали на меня все силы, чтобы уложить меня на лопатки и просто разбить всю мою внутренность. И, как и многие, я задавал Богу вопросы. Я бы даже сказал, это скорее не вопросы, а вопли к Богу. Почему я? Почему со мной? Чем я провинился? Где я оступился? Но одно я понял наверняка для себя. Вопросы мне никак не помогали. Они даже наоборот, будто прибавляли еще больше груза, больше тяжести и тянули меня все глубже в темноту шторма. Возможно, это от того, что, знаете, в моей жизни на тот момент я слишком мало слышал учения о шторме, учения о периоде испытаний. И, скорее всего, от этого я был не готов. Большинство учений, которые были на тот момент в моей жизни, они были больше о благодати Божьей, о Его любви. И, безусловно, это да и аминь. Но мы не должны забывать, что у медали есть и вторая сторона. Хождение с Богом не означает, что Он заберет каждый неприятный момент из моей жизни. Хождение с Богом не означает, что мой океан будет гладок, солнышко всегда будет мне светить, и все будет замечательно. И в своей жизни я был к этому не готов. И когда пришел этот шторм, он принес мне множество внутренних шрамов. И поэтому, знаете, я хочу сказать, заявить о том, что верим мы в Бога или нет, хотим мы или не хотим, испытаний и трудностей, они придут в жизнь каждого. Отличие оно состоит лишь в том, что я знаю Бога, и я имею уверенность в том, что Он поможет мне преодолеть шторм, что я почерпну огромную мудрость, пройдя через то, что Он хочет. И Он укрепит меня через эти испытания. Иакова, 1 глава, 12 стих. Я взял чуть-чуть разные переводы, как мне показалось, более точно подходящие мне. Блажен тот, кто подвергается испытаниям, но не теряет веру, потому что пройдя через испытания, он получит венец жизни, обещанный Богом тем, кто любит его. 1 Петра, 1 глава, 6-7 стих. Вы радуетесь этому, хотя неизбежно, что некоторое время будете опечалены различными испытаниями. Они необходимы для того, чтобы испытание, вера ваша очистилась. Вера ценит ленового золота, очищаемого огнем, и очистившись, заслужит почет, славу и похвалу во время пришествия Иисуса Христа. Мало того, что Библия не говорит о том, что испытаний не будет, она еще и четко указывает на то, что они неизбежны, и они необходимы. В испытаниях испытываются многие вещи. Прежде всего, наша вера, наше доверие Богу. Иногда Бог может проговорить нам, что нам нужно делать, куда нам нужно двигаться. Но иногда Он может медлить с ответом, и нам будет казаться, что Он молчит. Давайте вернемся к нашему славе. Для того, чтобы его побег удался, он должен был к нему подготовиться. Как минимум, он должен был выбрать место на корабле, откуда он совершит прыжок, так, чтобы его никто не заметил. И делать это ему пришлось бы обязательно под покровом ночи. Я буду обращаться, вот как я... Было около 7 часов вечера. Я взглянул в последний раз туда, где должен быть остров. Непроницаемый мрак. Все небо покрыто тучами. Молнии сверкали в разных сторонах горизонта почти непрерывно. Шторм идет. Я вдруг ясно представил себе, что поверхность океана покрыта волнами в 7-8 метров высотой. Я рассчитывал на прыжок с высоты с 15 метров от фальшпорта главной палуби до ватерлинии. Но расстояние до воды теперь могло быть на 7 метров больше. И меня могло завалить вперед. Либо меньше, так что меня ударит спиной. С точки зрения здравого смысла мои шансы добраться до берега живым выглядели так. Если во время прыжка я не разобьюсь от удара в воду, если меня не сожрут акулы, если я не утону, захлебнувшись, или от усталости, если меня не разобьет арифы, если хватит сил и дыхания выбраться на берег, если к тому времени я все еще буду жив, то только тогда, может быть, я смогу поблагодарить Бога за небывалое чудо спасения. Когда мы стоим перед лицом испытаний и сложностей, нам неизвестно, что нас ждет впереди. Мы не знаем, в чем мы можем быть испытаны, в чем наш отец жаждет изменений внутри нас, сколько продлится наш заплыв и через что, собственно говоря, нам придется пройти. И это, друзья, это безусловно пугает, но я хочу сказать вам то, что мы имеем радостную весть. Тот, кто отдал все, тот, кто отдал себя, он не оставит нас ни в одной секунде нашей жизни, не говоря уже о периоде трудностей и испытаний. Знаете, порой нам самим нужно сделать шаг веры из нашего безопасного, уютного корабля и бросить вызов своему неверию и пойти по воде, как пошел Петр навстречу Христу. Каждый идет своим абсолютно уникальным путем. Каждого Бог он проводит по-особенному. Каждая ситуация, она индивидуальна и каждая ситуация, она является нашим катализатором к получению опыта, роста и развития наших отношений с Богом. Притч 3 глава, 5-6 стих. Уповай на Господа всем сердцем своим, не полагайся на собственный разум, не забывай его на всех путях своих и он сделает стезю твою прямой. Римлянам 8, 28. И мы знаем, Бог действует с теми, кто любит его, с теми, кто призвал он во исполнение намерения своего. Он все обращает во благо. Я пролетел эти 15 метров в полной темноте и удачно вошел в воду ногами под острым углом, не выронив сумки с плавательными принадвежностями, чего очень боялся. Но это был еще не конец. Знаете, несмотря на то, что он успешно и незаметно выпрыгивает, приземляется благополучно в воду, оказывается, что он чуть ли не попадает под грибной винт, потому что единственное место, откуда он мог выпрыгнуть, была корма этого лайнера. И чудом, знаете, его отбрасывает потоком воды в сторону и он остается жив. И знаете, мне это напомнило меня, напомнило мою жизнь. Каждый раз, когда в мою жизнь приходили вот эти серьезные испытания, это случалось, знаете, как гром среди ясного неба. Меня бросало из стороны в сторону. У меня не было времени на подготовку вот конкретно к этому испытанию, к каждой ловушке, к каждому аспекту. То есть я не мог подобрать никакого специфического оборудования или снаряжения для того, чтобы пройти, знаете, каждое испытание, будучи подготовленным. Круговорот лжи дьявола в первое время самый сильный. И он всячески пытается сразу же сбить тебя с курса, чтобы ты не мог двигаться в правильном направлении. Казалось бы, ты делаешь свои повседневные дела, все хорошо, ты имеешь общение с Богом, ты посещаешь служение, может быть, даже служишь. И в один момент тучи, они будто бы сгущаются над тобой и становится все сложнее справляться даже с повседневными заботами. Настроение, оно уже не такое, легкое на подъем. Служить дается уже тяжелее. Каждый вдох, он как будто бы уже делается с усилием, все сложнее и сложнее. Привычная молитва, она становится местом сражения. Привычные ответы и диалог с Богом может превращаться в монолог, где я изливаю Богу свою боль, недопонимание и вопросы. Знаете, порой я находил себя очень разбитым. Моя молитва, она напоминала крик о помощи, крик моего сердца, вот из самого изнутри. И мне казалось, что я абсолютно один в своих трудностях. Были ли вокруг меня люди? Конечно, были. Но обстоятельства выстраивались таким образом, что мне казалось, что люди не могут мне помочь. Остановился ли круговорот жизни вокруг меня? Конечно, нет. Я вам даже скажу больше. Было такое ощущение, как будто бы жизнь и ждала, что мне сейчас станет трудно и тяжело, чтобы прибавить еще больше и начать еще больше посылать всяких трудностей, проблем. И мне казалось, что с каждым разом оно все сложнее и сложнее. И я скажу честно, я чувствовал себя абсолютно оставленным. Мне казалось, что даже когда я взываю о помощи, Бог меня не слышит, что люди, хоть и откликаются, они абсолютно не способны были вытащить меня на поверхность. Я прочитаю еще один отрывок. И я, наконец, полностью осознал, что совершенно один в океане. Помощи ждать неоткуда. И у меня почти нет шансов добраться до берега живым. Вокруг не было ничего, кроме черных нависших облаков и ни одного огня. Тогда, набрав воздуха в легкие, я стал грести так, чтобы было можно высунуться из воды по пояс. Я видел только вершины огромных волн и ночное небо. Лайнер исчез. Это меня так озадачило, что я и не знал, что думать. Знаете, и даже вот в этом я точно так же вижу себя. Я посреди океана. Шторм. Я не знаю, что мне делать. Мне страшно. У меня много вопросов. Но единственное, что мне остается в этих ситуациях, это плыть. Это двигаться и идти туда, где должен быть Бог. Грести изо всех сил и делать все, что я могу, чтобы отыскать Его голос. Двигаться в ту сторону, куда меня ведет моя вера. Я скажу вам честно, мой самый большой шторм, он длился годами. Это было время поиска, время боли, внутренних разочарований и множества внутренних шрамов. Но я скажу одно. Я всегда чувствовал Бога внутри. Даже в моменты полного отчаяния, в моменты, когда меня разрывало от боли, в моменты, когда я лежал у себя в комнате в слезах, внутри я чувствовал необъяснимый стержень, который не давал мне окончательно сломаться. Мне казалось вот-вот и все вокруг меня разрушится. Вот-вот и весь мой мир рухнет. И каждый раз необъяснимым образом я внутри себя чувствовал вот этот кусочек силы, который давал мне снова попытаться. Кусочек силы, который давал мне способность продолжить искать выход. Я ошибался. Я очень много ошибался. Я постоянно сбывался с выбранного курса. Было очень трудно плыть при таком большом волнении. На Западе часто сверкали молнии и слышались раскаты грома. Сверху нависали тяжелые грозовые тучи. Ветер срывал брызги с волн, и они хлистали меня колючими иглами. Дышать было очень трудно. Часто гребни волн накрывали меня с головой. Я остался совершенно один, безо всяких ориентиров, в ночном океане. Я часто менял курс. То мне казалось, что нужно плыть в одном направлении, то в другом. Пока возможная ошибка была не более 90 градусов, я мог продолжать движение. Но когда я обнаружил, что не могу с уверенностью сказать плыть мне в том или ином противоположном направлении, я остановился и стал осматривать ночное небо. Облачность была густая, ни одной звезды не было. Практически я видел только облака над головой. Когда я наконец понял, что у меня больше нет никаких ориентиров, я остановился и решил подождать до утра. Мне казалось, что еще даже полночи наступило, а у меня нет никакой надежды найти дорогу в этом страшном ночном океане. Держаться на одном месте значило тоже терять силы. За ночь течение отнесет меня так, что расстояние до острова намного увеличится. Без Божьего водительства выбраться невозможно. Это мое откровение. И этот отрывок, он очень ясно напоминает мне мое состояние. Я в самом разгаре бури. Я не знаю, куда мне двигаться. Я не уверен, в какой стороне находится Бог. Я не уверен, в какой стороне находится берег. И у меня есть выбор остановиться и попытаться подождать, что становится делать сложнее с каждой секундой. Знаете, шторм, он не приходит в нашу жизнь, чтобы мы просто полюбовались красотой Божьего творения. Шторм не приходит в нашу жизнь, чтобы просто, знаете, потрусить нас легонько и напомнить, что не нужно быть тепленькими, не нужно, знаете, быть сонными в нашей жизни. В мою жизнь шторм пришел, чтобы перевернуть все, чтобы смыть все то, что мне стоило оставить позади, чтобы смыть все предрассудки в моей голове и сделать меня чистым, чтобы испытать мою веру и чтобы Бог открылся мне таким, каким я его еще не видел и не знал. Знаете, и логический вопрос, может ли Иисус просто взять и усмирить шторм? Может ли он просто, знаете, ответить на нашу первую молитву, чтобы все сложности ушли? Матфея 8, 25-26. Ученики разбудили его, говоря, Господи, спаси нас, мы гибнем. Иисус ответил, маловеры, ну что вы испугались? Он встал и запретил ветру и волнам и наступил полный штиль. Ешуа может, получается, усмирить шторм. Но ключевое здесь то, что возрастет ли тогда наша вера. Что ответил Иисус им? Он сказал, маловеры, и тогда усмирил шторм. Хотим ли мы остаться маловерами, или мы хотим увидеть большее, что Бог приготовил нас, пройдя этот путь? Самое интересное, что Ешуа был с ними в лодке, но они фокусировались не на нем в этом испытании. Страх овладел ими. И во мне стал рождаться страх. Волны страха двигались от руки ног, подступали к сердцу и сознанию. Страх начал душить меня. Дыхание стало учащенным, и я почувствовал, что задыхаюсь. Гребни волн по-прежнему часто опрокидывались на меня, заливая трубку, и я понял, что в таком состоянии мне не продержаться на воде и получаса. Я подумал о смерти. Мне казалось, что бессмысленно продлевать жизнь еще на несколько мучительных часов. Я уже не надеялся встретить рассвет. Я решил умереть, хотя в моем положении это было довольно трудно. Я скажу вам честно, меня посещали точно такие же мысли. Я точно так же в моменты своей боли, в моменты своего отчаяния думал, что все это не имеет смысла. Все это бесполезно, все мои старания, они тщетны. Все, что бы я ни делал, все было честно. Тщетно. Я думал о смерти. Я думал о том, что сейчас я не приношу пользы ни Богу, ни окружающим меня людям. Моя внутренняя боль, она была причиной того, что я причинял боль окружающим меня людям. Но Бог не отпускал меня. Даже в моменты, когда мне казалось, его нет рядом, он был там. В моменты, когда я не чувствовал его, он все равно был рядом. Если мы откроем Псалмы, период, когда бежал Давид от Саула, сколько боли, сколько криков, сколько мольбы и помощи. Но Давид знал, что Бог все равно оставался с ним. Несмотря на то, что все обстоятельства они были против, несмотря на то, что со всех сторон на него глядела смерть, он все равно знал, что Бог был с ним. И тихий голос Бога, он всегда укажет путь, знаете, в самый нужный момент. Нам иногда кажется, знаете, Бог затягивает. Я уже не могу. Но Бог знает наши внутренние силы. И Бог знает, что та цель, которую Он вкладывает, она стоит того, чтобы потерпеть до того момента, когда Он придет. Некоторое время я продолжал двигаться на мигающие огни. Но потом тихий, но ясный голос внутри меня произнес. Плыви на шум прибоя. Никакого шума прибоя я не слышал и сам себе никак не мог бы этого сказать. Но голос или, может быть, ясная мысль снова отчетливо появилась в сознании. Я прислушался. Действительно, уже некоторое время вдали, где-то слева был слышен глухой рокот, на который я раньше не обрешал внимания. Бог – моя опора. Бог – мой ориентир. Он поддержка, и Он тот, кто дает силы двигаться дальше. Он тот, кто всегда приходит вовремя. И Он не даст погибнуть, знаете. Он всегда успеет вовремя, и Он даст сил, чтобы мы сделали этот последний рывок. И вот в этой ситуации со славой сил уже плыть не было. И было неизвестно, куда даже плыть. Но Бог пришел. Бог пришел, и Он проговорил. Книга пророка Исаии 40, 31. «Но верящие в Бога вновь обретают силу, как орлы, чьи перья снова прорастают. Такие люди бегут и не ослабевают, идут и устали не знают». Иисус также сказал в Иоанна 14, 6, «Я есть путь». И это то, чему стоит придерживаться как главному ориентиру. И тем более, когда мы не видим, куда нам нужно двигаться, тем более, когда мы не видим тропы под ногами, и мы не знаем, куда нам двигаться. Бог вам приходит, и Он показывает путь даже из самой беспросветной тьмы. Знаете, нам может казаться, что мы совершенно одни в нашем океане, что с нами никого нет. Но, знаете, к славе приплывали акулы, они бились об него, и просто необъяснимо уплывали обратно. Точно так же и в нашей жизни. Господь силен сохранить нас. Господь силен дать нам силы и уверенности, чтобы пройти этот путь. Слава засыпал в воде, но не утонул. Он терял сознание, но не утонул, потому что Бог держал его. Бог был с ним на этом пути. Даже если мы чувствуем, что в это время мы абсолютно одни, это не так. Бог с нами. Не нужно спешить роптать, не нужно спешить обижаться, как это делал я в своей жизни. Я не видел всей картины. И когда я прошел спустя года испытаний, года боли, разочарований, тогда я понял, зачем это все было. Тогда я понял, что Господь хотел сделать в моей жизни. Я понял, что Он хотел изменить. И знаете, несмотря на невероятную боль и мучения, как физические, так и внутренние, я сказал Богу спасибо. Я сказал спасибо, несмотря на то, что я пережил, я сказал ему спасибо, потому что оно стоило того. Оно того стоило. В какой-то момент Слава нащупал почву под ногами. И он подумал, вот оно, наконец-то. И спустя пару метров он снова провалился. Оказалось, что он просто проплывал мимо рифа, и он смог на несколько мгновений постоять на ногах, перевести. И первая мысль, которая возникла у него, нужно вернуться отдохнуть. И он возвращался, он залазил, его сбивало волнами. Он залазил, его сбивало волнами. И он, знаете, у этого был свой итог. Он потерял очень много сил и сбил свое дыхание. И, знаете, в этом месте я увидел для себя одну вещь. То есть, Слава думал, что вот это было место отдыха и безопасности. Но Бог знал, что это не конечная точка. Бог знал, что ему еще нужно пройти через небольшой отрезок для того, чтобы уже добраться туда, где Бог хочет его видеть. И то же самое было в моей жизни. Я пытался искать Бога там, где я его всегда находил. У меня был свой небольшой, скажем так, ритуал, что мне нужно было сделать, чтобы ощутить присутствие Божье в моей жизни. Какие песни там послушать, как помолиться. И это работало. Бог приходил, я чувствовал его присутствие. Но, знаете, в этот момент шторма, я делал это слово и снова Бог не приходил. Его не было, как мне казалось. Я не понимал, почему. И знаете, то, что я понял, я искал Бога там, где мне казалось, что Он был. Но Он в свое время подталкивал меня, чтобы я последовал за Ним. И это, знаете, было откровением для меня. Бог не хочет, чтобы мы просто стояли на месте. Он хочет, чтобы мы развивались, чтобы мы развивали отношения с Ним, чтобы мы возрастали, в конце концов, в доверии к Нему, что если сейчас его нет, то нужно отыскать его там, где Он есть. Но для этого нужно покинуть лодку. Для этого нужен океан, для этого нужен шторм. Найти его снова, приложить усилия, продолжать делать то, что ты делаешь, продолжать молиться, продолжать искать, продолжать стучать, продолжать плыть изо всех сил, даже если сил уже не остается. И продолжать уповать на Него. стопроцентное слепое доверие, что куда Он не позовет, туда я пойду, что куда Он не поведет, там я и буду. Только так можно открывать Бога по-новому. Только так можно преодолеть все трудности, которые приходят в нашу жизнь. И знаете, когда Слава вышел на берег, он светился, физически светился. Интересно, вот то, что он пишет. Я хорошо помню себя до момента, когда услышал внутренний голос и поплыл на шум прибоя. Когда на меня обрушились гигантские волны, мне было не до самоанализа, но каким-то внутренним чутем я ощущал, я стал совершенно другим человеком. Вся моя прежняя жизнь отделилась от меня из-за того времени, что я был в другом мире. Там я будто родился заново. У меня не осталось ни единого неприятного воспоминания, никаких отрицательных эмоций. Все душевные раны, их было немного, затянулись. На мне больше не висит груз прошлого. Человек, не испытавший этого, даже не подозревает о его тяжести. И это действительно так. Выходя на берег, мы не остаемся прежними. Работа Бога над тобой в этом периоде, твои усилия и твой труд, это все делает тебя новым творением и новым человеком. Знаете, свечение славы можно объяснить научным путем. Планктон, который светится, он плыл, и он просто облепил его, и он светился. Но разве здесь говорится о его физическом теле? Слава сиял духовно. После годов неверия, лжи и оков, он наконец-то обретает Бога. Он имеет с ним встречи, и он познает Бога. Бог являлся ему, он видел видения, он видел ангелов, он слышал, как они общались в это время. То есть Бог находит его в этом периоде шторма. Там, где, казалось бы, слава никогда не должен был обрести Бога, потому что те, кто зацепил немножко Советский Союз, знают отношение коммунизма к религии, к вере. И он, в принципе, всегда и был равнодушен к этим вещам, потому что общество вокруг него было абсолютно равнодушно к этим вещам. Но Бог находит его, и слава находит Бога. Он прошел свой шторм, и под ногами он обрел новую землю, полную благословения и великих откровений. Я еще раз упомяну Якова 1.12. «Блажен тот, кто подвергается испытаниям, но не теряет веру, потому что, пройдя через испытания, он получит венец жизни, обещанный Богом тем, кто его любит». Знаете, для меня шторм, он бывает двух видов. Тот, где тебе нужно возрастать, и тот, когда ты сам сбился с курса. Порой я сам являюсь виновником того, что происходит в моей жизни, обстоятельства, которые меня окружают. Ослушался Бога, не спросил, нужно мне делать, не нужно мне делать, или просто банально перестал ходить с Ним, оделся не по погоде или не следил за своим здоровьем, и это тоже влечет в свои последствия. Но то, что я хочу сказать, это то, что Бог, он все равно приходит даже на эти испытания, он все равно силен нам помочь, и даже из этих вещей мы извлекаем ценные и полезные уроки и получаем те знания и изменения, которые задумал для нас наш Небесный Отец. Еремия 29, 11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас», — говорит Господь. «Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Знаете, я не судья, чтобы утверждать, по какой причине вы проходите те или иные испытания, кто в этом виноват или что привело вас в эти испытания. Но я скажу вам одно, что по какой причине бы не начался шторм, Ешуа силен помочь, и он поможет все преодолеть и все пройти. Я еще раз, Римлянам 8, 28. «Мы знаем, что Бог во всем проявляет себя во благо тем, кто любит его, тем, кто был призван согласно его воле». Знаете, есть еще один стих, который вспоминается мне, по крайней мере, чаще всего в контексте испытаний. Яков 1, 2. «Братья и сестры, с великой радостью принимаете всякие испытания». Радуйтесь в испытаниях. Знаете, честно, для меня это был такой стих, над которым я думал годами. И он никак мне не давался для моего осмышления. Радоваться тому, что мне сейчас плохо, тому, что я сейчас нахожусь в стесненных сложных обстоятельствах, у меня все из рук валится, а мне нужно обрадоваться. И знаете, Бог через эту книгу открыл мне, что мой фокус не на том, не в испытаниях как таковых надо радоваться, не боли и тяжести, радоваться тому, что я не один в моей боли, радоваться тому, что Бог, Он всегда и во всем со мной, радоваться, что Он ближе, чем я чувствую, и что Он ближе, чем я думаю, радоваться тому, что меня ждет, когда я пройду свое испытание, когда я проплыву свой марафон, преодолею свою дистанцию, и когда я выйду на песок, я испытаю радость от того, что это песок Божьей благодати и Божьих благословений. Знаете, я хочу сказать еще об одном аспекте, о том, что такой заплыв никто бы не смог совершить без подготовки. К дыхательным упражнениям я приступил на пятый год тренировок. До этого я занимался подготовительными дыхательными упражнениями и много тренировался просто в задержке дыхания. Очищающее упражнение абхастрика сильно укрепило мои мышцы, водолазное погружение 2000 часов под водой, плавание в море в любую погоду расправили мои легкие. Примерно на девятый год я стал приближаться к главному дыхательному упражнению – незаметному дыханию. Я вставал в 5 утра и выполнял упражнения до 8.30. С 9 до 5 я должен был сидеть за рабочим столом, где заодно занимался дыхательными упражнениями. С 5.30 до 9 я снова упражнялся дома. В 9 ложился спать, еще час тренировался в вибрационном дыхании во время глубокого расслабления и примерно в 10 засыпал. Знаете, это лишь небольшая часть из книги о его подготовке. И к чему это? К тому, что каждый христианин должен готовиться к своим испытаниям. Каждый из нас должен готовиться к будущим сражениям и будущим служениям. Ефесянам 6.14.17 Стойте же твердо подпаяшившись истиной. Пусть праведность будет вашей кольчугой. Обуйтесь, чтобы быть готовыми благовествовать о мире. В дополнение к этому воспользуйтесь верой как щитом, с помощью которого вы можете погасить все огненные стрелы, выпущенные лукавым. Воспользуйтесь спасением словно шлемом. Примите от Святого Духа Слово Божье, которое будет словно мечом. Пройти дистанцию в броне – это очень сложно, особенно если дистанция не маленькая. Искусственно обращаться мечом тоже не выйдет с первого раза. Как я упоминал, Слава потратил на 9-й год, он лишь стал приближаться к главному упражнению дыхательному. 9 лет. И знаете, меня вдохновило его расписание дня. И я подумал, я как христианин, в моем расписании дня, сколько из этого времени уходит на то, чтобы я приготовился к тому, что меня ждет. И это серьезный вызов, потому что только постоянные тренировки, и упорство, и практика смогут стать спасательным кругом в наших испытаниях. Знаете, мне здесь вспоминается пример Давида и Голиафа. Перед тем, как Давид пришел поразить Голиафа, что делал Давид? Сначала он пращей стрелял по деревьям, нарабатывал точность, руку, потом он победил медведя, льва, и только потом он смог быть в том месте, в тех кондициях, в той форме, чтобы он был способен поразить Голиафа. И Голиафы в нашей жизни, они будут, безусловно. И то, как мы пройдем этих Голиафов, зависит только от нас с вами. Только от нас с вами. Давид, он был абсолютно один, когда готовился к этим вещам. И это была только ответственность Давида, быть готовым к этому. И то же самое в нашей жизни. Мы несем ответственность перед самим собой в том, в каком тонусе мы будем, когда в нашу жизнь придет очередной шторм. И, знаете, хочу сказать такую вещь, что каждый проходит свои испытания сам. Да, аминь, с нами будут люди. Да, аминь, нас будут поддерживать. Но свои испытания мы проходим сами. И ответственность в этих испытаниях лежит на нас. Только от нас зависит, найдем ли мы Бога. Нас никто за ручку не приведет и не покажет, вот он здесь. Потому что это ваше хождение с Богом. Это ваш путь. Он индивидуален и он только ваш. Только вы сможете молитвами пробиться к Богу. Да, вас будут поддерживать. Аминь. И, знаете, я хотел бы сказать такую вещь. Меня это немножко коснулось. Я часто так делал, и другие люди иногда так делали. Они просили, помолись за меня. И это классно, это правильно, потому что поддержка, она нужна. Но Бог обратил мне фокус на другое. Почему мне не говорят, помолись вместе со мной? Когда еврейский народ сражался, он побеждал, когда Моисей держал руки поднятыми. Когда он уставал, ему их поддерживали. Но он должен был делать действие. И точно так же и мы. Мы должны молиться. И нам должны, ну не должны, но нам люди могут помогать в этом. Поэтому мне очень понравилась эта мысль, что попросить помолиться вместе со мной. Чтобы я не перекладывал ответственность на другого человека. И чтобы я сам не терял вот это усилие в молитве. То есть чтобы меня поддерживали, но поддерживали, а не молились вместо меня. И знаете, я хочу сказать, что эта проповедь, она имеет открытый финал. Я не буду делать выводов. Я хочу, чтобы каждый сам поразмышлял над этими вещами. Посмотрел, где он находится. Какие обстоятельства вокруг него. Какие трудности сейчас есть в вашей жизни. И чтобы просто вы помнили, что вы не одни в этих испытаниях. Бог не покинет вас ни на одну секунду. Он тот, кто силен пройти и помочь все обернуть во благо. И он тот, кто не оставит и не покинет. Знаете, без Бога слава бы погиб. Это факт. Без Бога и я бы погиб в своих испытаниях. И это тоже правда. Без Бога все не имеет смысла. Но с ним любой шторм и любой океан – это еще одна ступенька в познании его безграничной любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok